Более 150 команд и около 3000 игроков. Такого масштаба мини-футбола в крае не было несколько десятилетий. И такая тенденция позволила организовать и больше, чем ранее число мини-футбольных лиг. Сегодня их почти 20. Конкуренция серьезная, победители заслуженные. Это изюминка того длинного зимнего чемпионата, который команды провели. И я доволен, что сегодня столько команд, столько народа, еще раз повторюсь, что они вовлечены. И действительно мини-футбол в Алтайском крае, он любительский мини-футбол проводится на высоком, высочайшем даже уровне. Но тут возникает другая проблема. Катастрофически не хватает инфраструктуры, спортзалов, стадионов, игровых комплексов. Самая главная проблема – это количество залов. Потому что то количество участников и команд и футболистов, которые хотят играть в футбол, в мини-футбол, особенно в зимнее время, наши залы, в частности города Барнаула, Бийска, они просто не позволяют вместить всех желающих. Поэтому будут залы, я думаю, что количество команд будет еще гораздо выше. А пока центральный матч всего сезона – финал Кубка между Динамо-Алейск и командой Сипроуд-Алтполитех. Сокнивалельщиков пришли посмотреть на этот матч, который, как по заказу зрителей, завершился серией пенальти. Проиграли в финал Кубка-Алейск, не хватило немножко в настрое команды. Ну и вытащили игру с 0-1 и по пенальти, к сожалению, проиграли. Лучшие команды и игроки сезона не остались неотмеченными, получили ценные призы. И уже готовы к началу летнего чемпионата, который стартует сразу после майских праздников. За это время пройдет 19 различных футбольных лиг. Дмитрий Дроздов, День с толком.